Первой женой Даля стала актриса из того же родного театра современника Нина Дорошина. Она была старше его на 7 лет. Впоследствии актриса прославилась в картине «Любовь и голуби». Их роман начался в Одессе во время съемок фильма «Первый троллейбус». Вернувшись в Москву, Олег сделал девушке предложение, которое она приняла. Их брак продлился около недели. На свадьбу Олега и Нины пришла вся труппа и, конечно же, худрук Олег Ефремов, которого Даль буквально боготворил. Ни для кого не было секретом, что в недавнем прошлом у Ефремова с Дорошиной был роман. Но, тем не менее, поведение молодой жены шокировало всех. Она исчезла в самом начале свадьбы, с ней же пропал и один из гостей – Олег Ефремов. Появились они только через полдня. Простить Дорошину Олег не смог. Его семейная жизнь закончилась даже не начавшись. Но с Олегом Ефремовым он продолжал общаться, как будто ничего не случилось. О Дорошиной же они никогда больше не говорили. Второй брак актера с еще одной коллегой по театру Татьяной Лавровой распался через полгода. Две сильные творческие личности не смогли ужиться под одной крышей. Третий же союз актера стал счастливым. С будущей женой Елизаветой Апраксиной он познакомился в Ленинграде на съемках Короля Лир. Там она работала монтажером в съемочной группе. Их чувства к друг другу возникли не сразу. Олег опасался бросаться в омут с головой после своих неудачных браков. А за Лизой, которая еще не успела развестись с первым мужем, ухаживал тогда талантливый писатель Сергей Довлатов. Как только Лиза сделала свой выбор в пользу Даля, они поженились. Первые три года пара жила в разных городах. Потом актер переехал к ней в Ленинград и стал жить вместе с женой и тещей. С мамой жены Ольгой Борисовной Олег сразу нашел общий язык. Жить с Далем было непросто, особенно когда он уходил в запой. Однажды теща, всем сердцем полюбившая Олега, не выдержала. «Уезжай домой», сказала ему она. И актер уехал, но не в Москву, а к своему хорошему знакомому Владимиру Высоцкому. У Высоцкого были те же проблемы с алкоголем, что и у Даля. Его жена Марина Влади привозила ему специальные таблетки, которые надо было вшивать под кожу. Эффекта хватало на год, поэтому Владимир поделился лекарством с Далем и порекомендовал врача. Актер вернулся домой, продемонстрировав супруге чудодейственное лекарство и пообещав больше не пить. Счастливая трезвая жизнь продолжалась два года, пока он не сорвался. В таком темпе они будут жить до конца его дней. Срыв, лекарство, недолгое счастье и опять срыв. Но Лиза любила мужа и принимала его таким, как есть. Им не удалось завести детей, которых они так сильно хотели. Летом 80-го года умирает Высоцкий. Его смерть буквально потрясает Даля. Ну а на похоронах он произносит фразу, которую потом часто вспоминали коллеги. Следующий я. В конце февраля 81-го года актер уезжает в Киев на съемки. Ему предложили главную роль в картине «Яблоко на ладони». Ну а уже 3-го марта Даль скончался в номере гостиницы «Студийная» от сердечного приступа. Вдова актера опровергала слухи, что причиной тому стал алкоголь. Далю было всего 39 лет. Супруга Елизавета пережила мужа на 22 года, которые провела в одиночестве. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!